Увозить сборжа и людей. Виталь Минников работал на предприятии всего 2 года, но уже успел стать лучшим водителем. От его оперативности подчас уборочной залежит многое. Миновата за это и отримал у Знагорода. Работаем, как говорится, работаем по телевизору, достигаем таких вот высот. Залог успеха в хорошем коллективе, в сложности труда. Здесь все создано для человека, который придет, можно и работать хорошо, зарабатывать хорошо. Все обо зимних культурах господарця завершили оптимальні терміни. Усягопа сейна больше за 1100 гектаров, большую частку з яких скла у РАПС. Особливо визначився у этой справе Александр Старовойтов. Я в сельском хозяйстве работаю 12 лет, а в куторах – это мой год. А земле мне нравится работать, это моя работа. Вот в этом году новый трактор получил. Коллектив хороший. Ну, нравится мне эта работа. Не глядячи на тяжкий климатичный год, предприемство удалось отримать больше за 400-500 тонн збожевых и зернебобовых культур. За этот год у господарца отбилась технічная модернизация, обновился машина-тракторный парк. Гонором предприемства з'является цех по вытворчості пауфабрикату з Яловичины и Баранины. Продукция реализуется у гандльовых сетках в области. Одним из знаковых событий для предприятия является начало строительства современного молочно-товарного комплекса. Этот проект реализуется в рамках указа президента по развитию отрасли животноводства Республики Беларусь. Новая технология производства позволит нам повышать надои молока. Это на сегодняшний день один из самых рентабельных видов продукции. И для работников комплекса будут созданы комфортные условия для труда и отдыха. Немаловажную роль у развития предприемства дограло Министерство внутренних справ. Аграры з'являются подведомственным департаментом выконания покарания у мусор Республики Беларусь. Можно сказать, что мы гордимся этим предприятием. По итогам года уже они пока предварительные, но хозяйство в лидерах и по Светлогорскому району, но я думаю, займет достойное место в агросекторе и Гомельской области. С профессийным святом работников предприемства повиншовал министр внутренних справ Республики Беларусь Иван Кубраков. Он отзначил, что это свято мягче подзяковать всем работникам, которые отказывают за харчовую безопасность всей страны. Мы в Министерстве внутренних дел всегда отмечаем и с гордостью говорим о том, что у нас есть свое сельхозпредприятие. Вы действительно наши хлеборобы. Мы благодаря вам знаем, по крайней мере я, когда иду на совещание, всегда готовлюсь и спрашиваю, какие у нас надои, какие намолоты и так далее. Где-то в эти цифры я бы не вник. Но за этими цифрами всегда стоит огромный труд наших работников. В наступном году протягнется техническое переузброение господарки, что позволит повеличить продукциейность работы. И основный упор будет на строительстве сучасного молочно-товарного комплекса. Владислава Голобокина, Игорь Марышенко, Талерадио, компания «Гомель». Игорь Марышенко, Талерадио, компания «Гомель».